Доброе утро! Рассказано на сцене музыкального театра. Скажите, в чем резонность вот этого всего мероприятия? В чем резонность, да. Любопытный вопрос. О резонах я не думаю. Я думаю о том, что... Почему театр взялся за этот материал? Потому что, прежде всего, это романтическая история. Но музыкальный театр это, собственно, и должен делать в первую очередь вот такие вот, на мой взгляд, романтические вещи. Тем более, что музыка, которую написал Владимир Баскин, ну, она очень красивая, очень запоминающая. Она лиричная и в то же время страстная. Это история любви. Ну, а музыкальный театр вместе, драматургия и музыка вместе, они дают зрителю... Самое главное, ту эстетику, о которой мы все мечтаем, чтобы была рядом с нами. Не проблемы быта, не проблемы какие-то мирового катаклизма, да, а судьбы очень красивых людей, молодых, любящих друг друга. И знаете, когда к любви люди идут через тернии, через преграды, преданно верить, когда человек преданно верит своей любви, преданно верит своей судьбе, борется за нее. И в конце концов, все случается. Это все благодаря тому, что пьеса, которую написали Михаил Мишин и Вячеслав Вербин, она вообще изначально предназначалась для драматического театра. Почему эта пьеса писалась именно для драматического театра? Володя просто был приглашен в качестве композитора, Баскина я имею в виду. Для того, чтобы он написал музыку тоже для драматического спектакля. А вот этот вот отход, да, если можно так выразиться, от классических композиторов, он вот с чем связан? Зритель этого требует или все-таки это в большей степени идея автора? Видите ли, это вообще другой принцип построения своих сочинений, спектаклей. Если ты берешь музыку, ну как в драме обычно, обычно подбирают музыку разных композиторов. Так сказать, музыка, некий фон для сюжета. Просто классики-то становится все меньше, как мне кажется. Ну, отчего же? Если она необходима, если она нужна, если есть решение для классической музыки, то она используется. На мой взгляд, правильно, когда для любого спектакля пишется специальная музыка. И возвращаясь по этому поводу к Баскину, вот он начинал работать над драматическим спектаклем, а потом, когда появилась идея все-таки сделать мюзикл из этого материала, он уже дописывал музыку специально для мюзикла. И здесь у нас некие ножницы возникли. Такая определенная засада, такая ловушка. Потому что соединить, казалось бы, несоединимые вещи. Ну, вот мы рискнули, и сейчас находимся вот уже вот на пути, на пути, на пути, когда музыка не выпадает из контекста пьесы. Гармонично очень существует. Пьеса не мешает музыкальному ряду. То есть они становятся уравновешены, друг другу помогая. И, на мой взгляд, ребята справляются. Ну и вы с театром музыкальной комедии уже не первый год работаете. Ну, первый год уже давно, конечно. И хочется отметить тот факт, что ваша предыдущая работа ВИИ, да, номинирована сейчас на соискание премии «Золотая маска», с чем вас я поздравляю. Спасибо. Это в первую очередь надо театр поздравить. Да, и театр, безусловно, тоже. Скажите, а вот в чем успех? Почему так сложилось? Как вы считаете, сработались до такой степени с труппой, что, быть может, с полуслова уже вас понимает, и от этого создается нечто прекрасное? Ну, во-первых, сработались с труппой, потом я просто чувствую это, что труппы мне доверяют. Артисты мне доверяют. А я люблю театр. И когда меня приглашают делать спектакль, я делаю спектакль и делаю театр. Ну, делаю его так, как меня учили. Я делаю такой театр, которому я служил, в котором я работал. Я имею в виду вообще театр. Потому что я понимаю, что есть новации, есть режиссеры, которые развивают театр. Знаете, я вот, может быть, не новатор. Но я делаю то, что я умею, чему я верю, что я очень хорошо знаю. И я вижу своей главной задачей, когда я сочиняю спектакль, это создать театр. Что ж, мы будем ждать именно ваш театр, будем ждать постановки. Большое спасибо вам, что пришли к нам сегодня и ответили на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. А я напомню, что в гостях у нас сегодня был режиссер-постановщик Галей Абайдулов. Ну, а мы продолжаем программу. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин